так это первый митинг это нельзя сказать что часто но второй допустим если первый на чистых прудах то вот на болотно это 2 и события достойно митинга вполне по моему потому что это есть не требование чего-то мало ли кто чего хочет конфет с вареньем а это протест против обмана сильный протест против сильного обмана поэтому это событие очень даже достойная митинга не знаю почему разрешили хватило ума значит власти его разрешить но как бы сказать я бы сказала что обе стороны власть и народ повели себя достойно но дело в том что я все равно не могу расшифровать это событие я не могу расшифровать это событие я не могу понять почему власть повела себя по-человечески я не привыкла чтобы власть вела себя по-человечески власть ведет себя по идиотски а там же наверное все те же люди принимают решение решение принимается на высоком уровне и среди нескольких человек вот почему они перестали вести себя по-идиотски и в этом случае повели себя по-человечески я не знаю но от того что они показали себя способными вести себя по-человечески это задает очень сложные задачи народу если с этой власти можно вступать в разумный диалог, то, значит, надо найти какой-то способ этот диалог продолжить. Потому что в каком-то смысле власть выиграла этот тур. Не правда ли? Вот народ, который пошел на площадь, думает, что он выиграл. А мне кажется, что этот тур выиграла власть. Потому что к ней по этому поводу, по поводу разрешения митинга, вот я имею в виду только этот конкретный данный эпизод, нет претензий. Ведь очень многие люди романтически настроенные, вообще добрые по природе, молодые, зла невидавшие. Они же растрогались, они же пустили слезы, они же носили торты милиционерам. Все это мы читали в интернете. Милиционеры тоже люди. Да, милиционеры тоже люди. Но они люди пока они или не люди. Пока они дома у себя в трениках, заварили чаю, вот, или наоборот, там, налили водки. Вот там они люди. А после этого милиционер прощается в функцию. Клерк сидит в офисе, милиционер, выходит с палкой бить народ, продавец там, воровать сдачу, перевешивать и переклеивать с просроченных продуктов наклеечку на те самые. то есть, наоборот, наклеечка, что продукт новый, а просроченный продукт продается как новый. Каждый делает свое дело. Добрым утром страна. Вот милиционер, у него работа побить народ палкой. Или работа. Сегодня не бьем народ палкой. Это тот же человек. Ему дан приказ. То, что милиционер послушался и не побил народ палкой, он послушался приказа. Хороший милиционер. А завтра ему будет дан приказ побить народ палкой, он побьет народ палкой. И в этом смысле он тоже будет хороший милиционер. Если же милиционер не слушается своего начальства, то это не милиционер. Я совсем не понимаю, что это будет. Дело в том, что, значит, опять следим за руками. Рассерженные повальным обманом народ вышел и продемонстрировал свое негодование. В процессе этой всенародной демонстрации выдвинулись со своими маленькими, значит, пакетиками требований разной партии. Мало того, что эти партии друг друга не любят. Мало того, что эти партии заявляют, что они друг с другом не будут или будут, или будут, но с условиями. Здесь нет условий. Где-то всенародное. Это гражданское, это социальное, это не партийное. Это вообще был не политический митинг. Это был митинг народа, который вот били-били собаку палкой, она все терпела. Наконец-то она вскочила и укусила хозяина. Вот это вот это было. А политические требования, которые собираются, по-видимому, предъявлять митингующие 24-го, вообще совсем другой разговор. Потому что я не понимаю, что они хотят предъявлять. Я не понимаю, кто и кому это будет предъявлять. Перестаньте находиться в этой политико-экономической конфигурации. Вот это они хотят сказать кому, властям. Широко говоря, так? Нет, не перестанут. Конечно, это называется политики. Конечно, пытаются. Они не то, что стоят на пути. На пути много чего стоит. На пути стоит вся страна. Стоит на кривом пути, который все время куда-то завихряется. Но никто не стоит во голове гражданского общества. А ведь было несколько попыток что-то с этим сделать. Но у нас народ не самоорганизуется. Он не самоорганизуется ни по местному признаку, ни по признаку защиты каких-то интересов территории. В рамках одного дома, ТСЖ, невозможно самоорганизоваться. Потому что всегда найдется кто-то, кто скажет, а я не буду платить за общественное освещение на лестничной площадке. А что, я не буду платить? А мне не нужно это. Я и в темноте пройду. А я вообще не выхожу из дома. А я с фонариком. Я не буду вашей лампочкой платить. На пути стоит такое сознание. Нет привычки. Вообще очень тяжелая вещь. Потому что у нашего народа нет привычки к самоорганизации в какие-то небольшие, затем все разрастающиеся группы и движения, которые добивались бы каких-то прав. А это потому, что у нас нет свободы. свободы. Не было никогда свободы. Попытки вырастить достаточное количество свободы, чтобы можно было так соорганизоваться, всегда ловко пресекались. Либо властями, либо просто историей. Да, больше трех не собираться. А если даже, ну, если соберутся больше трех, то четвертый будет стукач. Видите, народ не выдвинул, этот народ не может выдвинуть пока из себя никакого лидера. Если бы были какие-то лидеры, кроме тех, которые нам известны, наперечет, ну, мы бы их знали, да? Потому что мы лидеров разных групп и направлений, мы знаем, там, Чирикова, Навальный, там, кто-то еще. Ну, про Лимонова я даже не говорю. Но, ну, хорошо, кого мы еще знаем? Синие ведерки. Вот синие ведерки, это вполне народное, по-моему. Я не вижу никакие желания у них, там, взять власть или еще что-то. Они просят порядка. Они просят, чтобы взорвавшиеся эти самые машины с мигалками не ездили по встречке со страшной скоростью и не давили народ, а потом, значит, не обвиняли этот же народ в раздавленности. То есть у них нет амбиций политических? Нет политических амбиций. А я, например, если бы у кого-то были политические амбиции, то я бы, я бы лично, мне это не было бы интересно, потому что я, у меня очень циничные мнения и представления о том, как устроена власть вообще. Я не хочу к этому приближаться. Я не хочу с этим иметь дело. Там все разнообразно загаживаются. Все, кто приблизился к власти, все разнообразно загаживаются. Это, как сказать, уберите это. От меня подальше. Но какие-то базовые вещи должны соблюдаться. Действительно должна соблюдаться собственная конституция. Действительно должна соблюдаться собственная конституция. Хотя бы в общих чертах. Дело не в том, что там вообще происходят разные ужасы. Расхищение недр происходит. не только недра, а там лесов происходит. Чудовищное, аховое, нечеловеческое, кошмарное. Об этом никто не говорит, потому что этого руки вообще не доходят. Очень-очень много страшных, нерешаемых, практически глобальных проблем. Но хотя бы по встречке не ездите. И вот сейчас власти поехали по встречке. Вот эти вырывания у людей протоколов, переписывания, обман, крики, какие-то карусели, ручейки и прочая-то мерзость. Вот это что? И все это делают учителя. Они учат наших детей. А потом мы удивляемся, что ЕГЭ все подделано. Вот мой призыв. Подделывайте ЕГЭ. Делайте как власть. Написано одно, делайте другое. Пусть все будет так же, как было бы в этих избирательных комиссиях. Власти, безусловно. Безусловно власти, потому что у нас все идет сверху. У нас все идет сверху. И на самом деле, если, посмотрите, если бы власть вдруг вышла, и там, не знаю, с какими-то лозунгами, очень красивыми и громкими, и сама бы соблюдала эти лозунги, то народ либо откликнулся бы, либо не откликнулся. Вот если это совпадает с народными, скажем так, чаяниями, как пишет учебник, то откликнется. А если не совпадает, то не откликнется. Да нет ответа на этот вопрос. Понимаете, вот... Уголовная ответственность, если по закону существует уголовная ответственность, то посадить надо всю страну. Ну, все, сели, сидим. Дальше как? Одному в камеру телевизор доставят, другому по стилу за эфир принесут, а третий так. Лежи на шконочке. Мы уже все сидим. Мы все уголовно ответственные. Но уголовная ответственность – это только одно из проявлений некоторого наказания, которое возникает, если нарушается морально-нравственное закон. Не так. Четвертовань. Может, у него борода тоже из ваты фальшивая? Я не знаю, он весь фальшивый насквозь. Волшебник, одно слово. Волшебник, да. Ну, хорошо ли волшебнику заведовать нами, простыми людьми? Понимаете, ну, можно ли требовать? Конечно, это бессмысленные выкрики, но ведь никто же его не будет уголовно преследовать. А президента? Это все вот эти вот требования, они, ну, тоже как волшебные сказки. Но они... Нет, не все бесполезно. Но вот эти вот громкие и большие сходы – это красивая вещь, конечно, но они достаточно бесполезны. Потому что, представьте себе, 24-го числа выходит большое количество народу. А ОМОНу и милиции другой приказ дан. Хватать, ловить, пусть даже 10 человек, но по полной. Что будет? Поймают, ноги переломают, 500 человек опять куда-нибудь заключат, там будут мучить, а остальные будут друг на друга навешивать ответственность. Вот что будет. То есть, если власть захочет эту карту достать, так вот у нас были червы, тут она три эфы, например, выложит. Будет вот так. Пики пока не выкладываем, но они будут делать это. И это же все зависит исключительно от того, что сейчас власть будет делать. А она будет делать, исходя из разных хитрых соображений. Но она немножко не тупо вот сейчас поступила, а так эдак, с завитком. До этого тупо. Хвалим Единую Россию, трубим в трубы. Это корнячаковские. Ослы ему славы по нотам поют, козлы бородой дорогу метут, бараны-бараны звучат барабаны. Пивоваров. Не малейший. Вы же видишь такое телевидение. Пивоваров. Замечательная история, потому что это история личного мужества. Прежде чем что-то было разрешено или запрещено, Пивоваров не выдержал и выступил. У нас на телевидении никто, вот насколько я вижу, не выступал и не требовал, что дайте я на этот раз скажу правду. Хоть какую-то. Хотя бы не совру. Там же разные степени есть. Разные степени есть говорения правды. Но хотя бы не буду откровенно врать. Это не тот случай, когда у людей есть разные мнения, как сейчас многие пытаются представить. Не в мнениях. Не может быть мнения. Дважды 24 это не мнение. Это вот правда. А дважды 26 это неправда. А мнение относится к совершенно другой области. Это тоже такой вид, такой вид демагогии, когда ты подменяешь одно понятие другим, вот есть понятие. Правда, неправда. Да, нет, черно-белое, либо-либо. Это совершенно вот такие вот вещи четкие. А мнение, это когда ты впускаешь такую вот совершенно другую систему подсчета. Вот это такое мнение. У нас же плюрализм, не правда ли? А это же демократическое, такое вот черта демократии, плюрализм. И даже вот думают либерал съезд. Ну, вот это кому вопрос? Вот если ко мне вопрос, как я делю людей? Ну, я сложно делю людей. Кого вам сказать? Смотря для какой деятельности. Я же не вхожу ни в какие группы специальные. Я не люблю коллективных писем подписывать. Я не подписываю коллективных писем. Если я чем-то возмышлена, я лично сделаю. Я не боюсь этого. Я просто не люблю коллективных писем, их текста, их формулировок, их пафоса, их, в общем-то, работы на какую-то скрытую от меня идею. Я этого не люблю. У меня... Я, Анфан, Террибль, у меня есть какая-то мысль. Я эту мысль говорю прямо и открыто, если я ее хочу высказать. А если я не уверен, что я хочу высказать, ну, тогда я этого не говорю. Но вот в какие группы, например, мне интересно, мне интересны разные мнения людей и разных групп в интернете, и я посматриваю, что они думают по тому или по другому поводу. Кто мне резко не интересен, это мне неинтересны, фашисты. Мне неинтересно, что они говорят. Я могу прочесть, что они сделали, и мне будет опять тошно, но мне неинтересно, что они говорят. Националисты – это не фашисты. И это довольно сложная вещь. То есть те, кто называет себя националистами. Потому что это люди, которые имеют очень разнообразный спектр мнений по вопросу нерасовому. Фашисты – это, в общем, прорасовое. Увидишь там бурята – убей бурята. Вот это их ужасы. Негров убивают. Ну, в общем, чудовищные вещи. А национализм – это другое. Это какие-то постановка вопросов о том, насколько возможно культурное сосуществование в данных вот сейчас вот у нас обстоятельствах, насколько оно приводит к неизбежным столкновениям национальным, культурным, там, ну, религиозным. И проблем религиозной практики, например. Вот крестный ход по всей Москве – это хорошо, там, а Курбан-Байрам – это, значит, вот плохо с точки зрения, допустим, националистов. Или наоборот. Вот эти все проблемы, они должны как-то решаться. Они должны, например, если там не буду называть конкретных, потому что просто не знаю, кто именно, у кого такие привычки, но у разных кавказских народов есть культурная привычка полить воздух от радости на свадьбе и так далее. Вот этого не надо делать в Москве. И тот, кто говорит, что этого делать не надо, что кавказцы должны оставить эту свою привычку дома, они правы, на мой взгляд. Но национализм, вот он и вокруг вот этих проблем крутится. Они по поводу того, что ты должен убить всех, кто вообще извести и уничтожить, всех, кто ни одной национальности с тобой. Какие национальные европейские государства? Покажите мне. Они что, мононациональные, что ли, европейские государства? Ну, о чем они говорят? О чем они говорят? Мононациональные можно только Японию назвать. И то. Глубже посмотришь, там выясняется, что есть северные японцы, южные японцы, они разные. Айны есть, недодавленные теми же японцами. Какая-то часть, возможно, корейцев, которые, наверное, японцы не любят. Японцы боятся и не любят европейские лица. Пугаются. Им кажется, что это дико и ненормально. Я привыкла к американской системе взглядов на человека. При чудовищном разнообразии населения, чудовищном, невероятном, при невероятном количестве политических и расовых взглядов, все равно это наиболее здоровая, устоявшаяся система человеческого взаимосуществования. При всем при том. Там огромное количество безобразий в Америке, как нигде. И это самое здоровое общество. Самое здоровое общество. Просто Европа гораздо гнилее Америки. Я себя называю русской. Но если разбирать, сколько у меня разных национальностей, то... 10, 12. Ну, это сложный вопрос, потому что на него сложный ответ. Кто такие французы, это легче сказать. А кто такие русские? Я привыкла называть русскими некоторую надэтническую общность. Те люди, которые себя относят к русскому началу, которые говорят по-русски, считают русскую историю своей, или если... Все со всеми битвы были, да? Но ты с кем будешь говорить мы? Вот, значит, это будет русский. Даже если ты, не знаю, коми-зырянин и бился с бурятами, если такое было. Но если ты считаешь, что это мы русские, у нас была иго татарская, да? Да я сама татарская игота. У меня с двух сторон эти самые татары. Да это просто я и есть. Как Наполеон правильно сказал, поскреби русскую и найдешь татарина. Вот мне даже скрести не нужно. Татарин я и есть со всеми этническими, из этого вытекающими чертами. А также много еще всякого другого. Много у нас всякого другого интересного. И шведы, и французы, и евреи, и поляки, и украинцы. Чего у нас только нет. И, наверное, русские тоже есть. Ну вот, ну и что? Я считаю, что это русские. Поэтому, когда говорят российские, ну не знаю, российский автопром, ну может быть. Но русские, это принадлежащие к русской традиционной культуре, а вот больше, чем сверхкультуре, еще чем вот этому большому. А что касается империи, я империалист. Я считаю, что империя, это гораздо более мирное, спокойное сосуществование. Вот всех-всех-всех разных вот этих вот групп, народов, этносов и кого угодно, нежели мононациональное государство. Национализм в конечном итоге, вот в конце вектора, если так можно выразиться, он будет фашизмом. А империализм нет. Империализм не будет фашизмом. И при империи совершенно неважно, какая этническая национальность, того, кто сидит сверху и всех давит. У нас цари были немцы. На протяжении 300 лет. Это были русские цари, совсем вытекающие отсюда. Дренью. Или наоборот, совсем блеском. Будем свойственно давить друг друга, потому что они звери. Господа, вы звери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok